Капитан, что видно? Керная гавань, Тони. Волнуешься? Да, блин, я ничего. Доброе утро, дорогие друзья. Ничто так не бодрит, как подъем в пяти утра. В городе Череповец. Мы подъезжаем. Тут очень мало времени на выгрузку. И очень много народу из вагона выходит. А поезд едет дальше. Смотрите, как он свеж, как он без бороды. Какой кошмар. Помогите, это не он. Какой паровоз. Какой паровоз. Где-то пишет поезд. Поезд на себе. Да, экспозиция поезд на усерднее. Доброе утро. Поезд красивый. Конечно, не тебя же я буду снимать. Какова красота. Класс! Это макарус, наверное. Надо залезть внутрь. Санитар. Очень красивый месяц на небе. Потому что еще, блядь, ночь. Вот он. Луна. Значит, надо спать. Они шарятся по Череповцу. Вокзал, кстати, покрашен. Помню, что он был раньше другого цвета. По-моему, зелененький. Симпатично. В общем, все я вам показал. Сориентируйтесь, короче. Это ваш воздух? Да, да, да. Вкуснейший воздух. Нормальный у нас воздух. В общем, не лучше, блин. Еще даже хуже. Мы не жалуемся. А вот молодцы. Мы просто на него смотрим, на фиолетовый воздух. Отлив. Спасибо. Это же всего лишь один концерт. Не расстраивайся. Бонус, не любите он играть. Почему только... Я сначала подумал, что он играть в концерт не хочет. Но потом стало понятно, что он расстраивается. Почему же только один? Ну-ну. Ну-ну. Ты же еще в Москве и в Питере играл. Забыл уже? Мы живем в хостеле Гастроль. А вот и клуб. Собственно, вот он. Дорогой наш клуб. Первый металист. Сейчас ехали по городу. Народ разъезжается по работам. В шесть утра. Темно. Вот это самое, на самом деле, мерзкое, что можно придумать в работе. Это когда ты едешь, среди ночи ты просыпаешься и едешь на работу. То есть, я много где работал. Очень много где работал. Везде, в любой работе можно найти позитивные моменты, но вот вставать среди ночи и ехать. И помню, в кондитерской просто вот это вот эхо в зале, и ты там что-то делаешь среди ночи. Так ты думаешь, зачем я здесь, почему я здесь. Причем это со школой такая же херня. Я помню, ну, в Питере короткий световой день, очень короткий световой день. И ты в школу встаешь среди ночи. И что-то кто-то детей что-то требует там, типа, чтобы они вообще проснулись. Мы здесь были. Вот мы тут были. Какой-то год там написал, интересно. Хорошо тут. Но инферно нам будет не хватать. Ну, как тебе? Металл. Нормально. Хорошо. Мне нравится. Стилево. Металл ей подавай. Какой металл? В чем-то? Ребята, тут все ваше. Весь наш ваш. Люк, который... А, вот сюда. Да и люкс премиум. Вот это заживу. Главное, вид из окна. Короче, мы позавтракали. Черепок намазан. План доспать. Ты сам уходу уже пытались открыть, но не получилось. И вот он там сидит. А ключи наверху, кстати. А вот я тебя поэтому и позвала. Он закрыл нас на защелку. Сейчас он приведет кого-то, кто должен помочь. Сережек? Да. Как дела? Я здесь жду, когда вы меня спасете. Если хочешь какать, какай там. Обнилимся. Прислонись к двери. Ты прислонился? Да. Эй. Без рук. А, ну мы тебя можем пока развлечь беседой. И не можем его открыть никак. Надо как-либо за ног взломать, либо кончить. Давай. Как дела, Сережа? Можешь помочь, пожалуйста? Я уже Олега отправила. Да. Ахуёво, я заперт в комнате. Бляд. Кто додумался такой вопрос задать? Да, третий номер. Чувак. Чего? Вылезай в окно, говорят. Я не шучу. Пойдем на улицу, мы тебя слоим. Давай к нам. Хорошая гостиница. Хороший вход. Я выбрал самый надежный номер, в который невозможно войти. Из которого невозможно выйти. Я здесь. То можно было бы одеяло. Сам? Конечно. То можно было бы ты одеяло, и ты бы эффектно как ногами хвалил вперед. Итак, дорогие друзья, мы доспали, ГОК освободили, поедем гулять по Череповцу. Что, дорогие друзья, вот мы в центре Череповца. Как тебе центр Череповца? Мне надо еще немного смотреться. Не, ну вроде ничего. На самом деле, конечно, Череповец это город хипстеров, конечно. Все эти стихи, там Череповец, Череповец, капкейков, папа, смузи, отец. Вот это все про этот город. Вот, посмотрите. Здесь башные хипстеры. Где? Где? Вот. Почти революции посмотрим? Или сначала помолиться? Помолясь, посмотрим. Он даже не приходит на работу. Да, да. На удаленке работает, короче. Сбежали в Казахстан, но работают на удаленке. А вот и хипстеры. Я же говорю, что это город хипстеров. Вы видели соляной сад? Проезжаешь, там парк, и написано соляной сад. Да, да, да. Мы не успели посмотреть, там люди стоят вот так вот. А теперь любой парк культуры и отдыха соляной сад. Набережка красивая. Есть скамеечки, урна, клумба. И беседка. Вот светильники есть, модерновые, достаточно интересные. Красивые виды. Забирай, зачем тебе твой этот бенгальский огонь? Вот хороший. Нет, вот этот крик. Соник оттуда и прикладываешь. Здравствуйте. Тут выключится. О, нашел хозяин. Забирай. Котик. Шипасе очень старались успеть, конечно, к нашему приезду. Вот сейчас вот здесь еще проводятся работы. Может, в следующий раз получится успеть. Не стоит оставлять попыток. Конечно. Капитан, что видно? Армор критиков. Черная гавань тонет. Коза свету. О. Потонет? Проверка на знание текста, да? Я въебал. Как он мухой идет. Вот. Помощь в залах. Хорошо. Летом тут гульба, наверное. Дискотеки. Ух. Водка рига льется. Шишка. Ловушка. Да, они не полезят. Это ловушка. Это тест на наркомана. А вон мусорская память. Опасный. Кто типа фоткается с шишкой и смеется, тех сразу принимает. Саня говорит, что здесь где-то музей Верещагин. Вот он. А, это вот он же. Параллельно. Ага. Вон тут досочка есть. Какой-то можно даже зайти. Давайте зайдем. Зайдем, посмотрим. Класс. Вот такой вот череповец. Мне нравится. Здесь вот, конечно, объясням, что здесь еще коровы с другой породы. Потому что на юге коровы все плюс-минус коричневые. Ну, типа такие, кофе с молоком. А здесь вот черно-белые. Поэтому вологодские молочные продукты. Такие вкусные? Ну, да. Прикольно. Хотя по мне одинаковые. Интересно. Внезапно. Интересно. А. Внезапно. Ой. Наслаждение чисто отвлеченного созерцательного характера. Деревянный тракуар, кстати, очень мило смотрится. Ну, какие домики? Симпатичные. Пожарная находится в деревянном здании. Они за ним и следят. Чтоб не загорелось. Да, вот это здание. Конкурент Екатеринбургскому. Надо посмотреть, как оно выглядело. Без панели. Спасибо. Лучше с рук взять. Я у Пункса возьму. Да, берите у Пункса. Можно у меня с рук? Берите, видите, у него еще есть. Но я хотел бы быть посветлее, поэтому я уголка с жопу возьму. О, а я тебе еще... Все очень просто. Мы просто нашли магазин волос. Давай продадим твои пунксы. Нет, надо жить на 5 минут. Как вам? Те, поиски. Вообще, очень миленько. Очень даже вот что? Значит, как начинает хорошо смотреться отмытый кирпич. Я предлагаю, мы все ходим. А вот там музей. Ксерофон. Гематоген доктора Гомеля. Наверное, просроченный не бери. Я помню, что мне прививки ставили в школе именно таким шпильцом, кстати. А я таким главным... Бульон в кубиках за 4 копейки. Я уже насмотрел. У меня не влезина. И банки такие мне вам оставил. И это вот были выставлены экспонаты, да, в аптеках такие? Или это просто... Или в аптеках в зеленьных лапках. А, в зеленьных лапках. Покрашали их пищевыми животными. Собирали разные декоринки, чтобы привлекать покупателей. Это не... Это декоринки. Ага. Пока тут детки не пришли. Класс. А что вы на меня... А это секрет. Это ингредиент. Ну, потому что... У меня была борная кислота и добавила я к нему спирт-то тело. Борная кислота, да? Ага. Смотри, смотри. Я тоже не видела. А, поняла. О, зелень. Да, вот. При взаимодействии спирта и борной кислоты образуется борно-этиловый эфир. Вот видите, он какой горит. Горит пламенем с зеленой каймой. Симпатично. Я с завода тут такое видел. Класс. Круто. Кайф. Вот это так горит борно-этиловый эфир. Будем знать. Качественная реакция на его бора. Калий едет с ацетатом свинца. Ты же любишь желтый цвет, да? Ага. Золотой дождь, да? Золотой дождь. Мы просто идем, мы удивляемся, что мы были в Череповце тысячу раз и первый раз здесь так хорошо. Просто, наконец, мы решили пойти прогуляться нормально по-человечески. А не жрать с утра. Но одно другое не мешает. Я беру эту водку. Водку мы, кстати, в поезде пили. Целовальник. Целовались? Конечно. Класс. Жалею, что не было свадьбы. Мессио начальский. Смотри, какой аутентичный герб на той стороне. Это не герб. А что это? Это знак, что все в этом доме сдали нормы ГТО и так далее. То есть это дом... Я вот читаю, он оборонен. Да, да, да. Это дом готов к труду и обороне. То есть когда там больше, по-моему, 80% жильцов сдали ГТО, то вешался такой знак, что это образцово-показательный дом. И все молодцы, и все готовы. Так это не герб ГТО? Это не... Слушай, ну это знак, но это прям такая вот бляшка, которая очень много их по Питеру на самом деле висят. Поехали. Туровый бас для очень-очень православной маленькой группы. Кто туда пробовал, сына, не прошел кастинг. Не влез в бус. Красивый ЧПС закончился лампардом и дальше... Все, новострой. Ну, смотри, как новострой? Уже не новострой, но дальше в серое. Ну что, дорогие друзья, нам пора в клуб. Приходишь, а здесь уже красиво. Как у вас дела? Так, месье? Хорошо, хорошо. Тебе все-таки включили свет? Вот это прогресс. Волнуешься? Да, блин, я ничего. Нажрись. Поздно. Или нажрись. Поздно. Директор считает бабки. Не боли, контору. Черт, черт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...